Встреча с Киевом 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 Населенных кварталов города. Заявление украинской страны о том, что они постоянно хотят мира и стремятся к этому миру, получается лужи. Заявление гражданского населения республики постоянно подвергается опасности вылюбить. Чтобы не говорили по поводу того, что украинская страна хочет мира, а официальных обращений по этому поводу не было. Районы жилых порталов обстреливаются и гражданское население, потому что очень страдает. Просто, знаете, очень тяжело об этом всегда говорить. Люди страдают за то, что у них есть вера. Вера в свое будущее. Вера в справедливость. Вера в желание жить спокойно, безходимо верно. За минувшую ночь, я вот на данный момент, созвонился, территория опасной, частично контролируется подразделениями ЛНР. У них каждый день вор Астаханов обстреливается. По другим населенным пунктам я не могу пока сказать о том, что они полностью по нашим контролям, которые мы вчера с вами обсуждали. Мы пытаемся взять эти населенные пункты полностью под контролем. Цифры, если мы говорим полностью, допустим, за сутки, то мы зафиксировали, наверное, рекордное количество, 68 нарушений. Это все касается населенных пунктов. Потому что, если мы говорим по нарушению, связанному с минским договором, с минским меморандом, мы на данный момент уже просто не фиксируем те, которые обстрелы происходят по позициям ополчения. Обстрелы городских кварталов республики на сегодняшний вопрос по сути. Это очень много. Хотелось бы еще раз отметить то, что все-таки нас оберегает наша вера православная. Оберегает очень хорошо и сильно. Может, это звучит как-то странно, но пострадавших, по идее, должно было быть больше. Потому что зафиксированы обстрелы, крадо, ураганы. Это по городу Донецк. А вот это все равно один человек, это всегда гном. Мы реально доводим свои вещи, потому что все-таки это много, не так, как должно было быть, если мы говорим о том, что когда идет боевые действия. Я вчера говорил о том, что тактика обстрела по квадратам, она всегда подразумевает принцип выжженной земли. Те журналисты, которые приезжали в район аэропорта и видели октябрьский поселок. Это можно сказать тактика уже на земле. И там живого дома. Они все разрушены. Наш противник почему-то решил, что мы здесь должны жить. Я не знаю, почему. И вот серебряная тактика, вот последнее решение, которое принимал Верховный разум Украины, о том, что мы являемся террористами, это на законодательном уровне было принято. С одной стороны, знаете, вот услышать то, что это террорист, это плохо. А с другой, если законодательно это принимают, значит нас признают. С другой стороны, это хорошо. Но хорошо в том плане, что все-таки нас признают. И вот заявление различных политиков мировых, что президент Украины теперь будет очень тяжело с нами разговаривать. Почему? Потому что есть такая практика, что с террористами не имеют права говорить. А он опять что-то делает. Посмотрим, как он это будет делать. Ради чего мы все поднялись. Одобряющее. В скором времени обстрелы, городской черты, если мы говорим города, да, вот Донецка, то, что мы здесь живем, они должны прекратиться. Потому что мы отдалим противника, как можно дальше. в других направлениях, в Горловых, и может чуть где-то будет дольше происходить. Потому что они фактически, линия разонещения была по черте города. То есть мы берем как Донецк, Маринский район. Это населенный пункт, который фактически часть уходил в город, а часть у была как область. А вот Горловых, она полностью такая. Ну, сподобряющая. Может, это будет звучать. Как-то некрасиво. Потерпеть, сказать. Но мы уже столько терпели. Чуть-чуть. Реально нужно потерпеть чуть-чуть. И мир, о котором мы говорим на данной территории, он будет. Продолжение следует...